Привет-привет, мои бьюти-голики! Осталось буквально 5 дней, когда мне снимут гипс. Вот не могла, не могла себя заставить записать видео, потому что вот какого-то не было драйва, настроения, и тут, перебирая шкафчик с ароматами, я натолкнулась, я достаю, 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 протираю каждый флакончик, и у меня почему-то такие яркие воспоминания, эмоции. Моя коллекция, мои воспоминания, моя любовь, потому что вот я не могу себе представить ни одного дня, чтобы я не нанесла какой-то аромат. Это воспоминания, это страсть, это стиль, это утреннее пробуждение, это для меня всё, и я не могу даже, как это так, чтобы, например, иметь только один аромат. Это моя коллекция ароматов, моя память, моё счастье, моё настроение, мой стиль, моё вдохновение. И я не могу отметить топ-10 даже моих ароматов, потому что каждый в своё время сыграл какую-то роль, поднимал настроение, был частью моей памяти. Номинация самого сексуального аромата – это на «Мадик Хёр». Нереально крутой, безумно шикарный аромат, вот такой шлейфовый. Мне кажется, вот все фортезиаки мира собраны в этом аромате, потому что я сбилась со счёты, какое количество мужчин мне делали комплименты. Они говорят, что такого аромата они не слышали ни на ком. Это вот аромат секса. Вот крутейший аромат. Очень жалко, чтобы его сняли. У меня чтоб пять флаконов было, и сейчас я им не пользуюсь, а просто открываю, вдыхаю аромат и просто наслаждаюсь, вспоминаю мгновение жизни. Это очень крутой аромат. Также это мой аромат сцены. Любое мероприятие, любое выступление, чтобы придать уверенности, я его наношу. И такое ощущение, что я перевоплощаюсь совершенно в другого человека. Я не знаю, но вот очень-очень жаль, что вы сняли. И подобных ароматов я не встречала ни в одной компании. Я бы, наверное, скупила просто. А также аромат памяти это Mo By Demi. И сюда бы я отнесла еще Фрею, жалко ее нет. Безумно нравится аромат. И его тоже осталось совершенно чуть-чуть, чтобы именно запечатлеть память. Мне кажется, эта ассоциация, вот, ну, шикарнейший аромат, шлейфовый, очень крутой, дорогой. А, компания, почему вы его сняли из производства? А вот это 100% мой аромат от Giordani Gold Essence. Наверное, флаконов 5 уже было. Вот это стиль, настроение. И также я получаю множество комплиментов. Люди спрашивают, ой, а ты что, действительно пользуешься Арифлейм? А что это за аромат? И когда я говорю, что это тоже Арифлейм, никто не верит, потому что вот он действительно роскошный, премиальный, шикарный, шикарный аромат. Вот, мне он безумно-безумно нравится. Очень-очень его люблю. Также с таким интересным, сложным ароматом, глубоким ароматом относятся Сабе Нечи Тубероза. И вот это тоже мой 100% аромат, который вот ассоциируется, ну, вот это я, моя личность, мое настроение. Вот эти вот два аромата. Я сейчас их вот больше всего люблю. Также аромат, который, которого нет в Арифлейм, это Барбари Ландон. Тоже флакон А3 я себе брала, такого аромата. Этот аромат покупаю все время в разных странах мира. Достаточно яркий. Его сняли с производства, не везде он есть. Но вот очень-очень-очень нравится. Мне безумно нравится. Первый раз я его купила в Париже, по-моему. Следующие два аромата это Позес. Позес. Позес классика. Тоже невероятно сексуальный аромат, интересный. Но вот как-то я переросла этот аромат. Одно время он очень мне нравился. Потом приехала ко мне в гости свекровь. Она его распробовала. Я его подарила. Потом себе тоже приобрела. Ну и вот как-то, вот как-то, как-то, как-то отошел на второй план. Наверное, а, пришла эссенза. Вот, вот, вот. Но еще себе аромат такой не буду покупать. И, то есть, оставлю его для воспоминаний. Чтобы обязательно оставалось. Потому что периодически рука все-таки тянется к нему. Гораздо интереснее для меня новая версия Позес. The Secret. Вот это что-то вот, что-то легкое, легкое есть. Вот такие нотки Moe by Dame. Вот у меня ассоциация с этим ароматом, но более легкая версия. Мне очень нравится этот аромат. Аромат из разряда вообще не поняла, что это такое. Компания его мне презентовала в качестве проекта официальный обозреватель Арифлейм как новинку. Вообще не поняла. Ассоциация, конечно же, если бы я полетела в Абу-Даби, то да, я бы его взяла. Это яркий, восточный аромат, очень глубокий, и почему-то ассоциация с аромомаслами. Здесь вот удовые ноты, они, конечно, ярко кричащие. Удовые ноты не... сложные, сложные. Но пару раз, и рука у меня прям настолько хотела. Сейчас утром я просыпалась, и вот у меня тянулось именно к этому аромату, почему-то хотела наносить его. Но мужу он мне понравился. Поэтому это разряд самых непонятных ароматов, противоречивых. My Destiny. Интересный аромат. Эксклюзивные флаконы. Нет ни одного флакона, который бы повторялся. То есть вот здесь вот, как тут называется? В общем, интересный аромат. Интересный. Он даже получил премию. Премия, он мне нравился. У нас есть классика аромата Giordani Gold. Классический аромат, это аромат, 100% его забрала моя мама. Дальше у нас был Giordani Gold White. И также мама безумно в него влюбилась. Мне подарили его такую награду, и она уже неоднократно говорит, когда я его заберу, когда я его заберу, у нее закончился, и вот надо ей отдать. Потом скажу единственное, что мама, отдай мне, пожалуйста, только флакончик, чтобы я себе оставила как память. Одно время безумно нравился Эклад. Не знаю, сколько у меня флаконов было. Также мама его распробовала. Я ей пару флакончиков подарила. И вот это вот у меня стоит, воспоминание, когда я была в новосибирском филиале. Тоже мама хочет его себе забрать. Наверное, его подарю ей. Как-то вот, опять же таки, ушла на эссензу. Все. И ароматы, которые я бы назвала, такие сезонные, сладкие, летние, несложно. Они настолько легкие. Вот если вот этот вот шлейфовый аромат, и вот ты чувствуешь, как одна за другой нотой раскрываются, переливаются, то здесь как-то вот раз, он раскрылся легкий. Такой вот аромат. Тоже вот что-то, какие-то ноты есть теплые. Здесь, здесь. Я искала воспоминания, но вот попробовала, наверное, месяц попользовалась, периодически, и все. И вот отставила, и даже вот не хочется пользоваться. Это новиночка. Легкий аромат. Аромат одуванчика. Малины. Малины и еще что-то здесь в направлении. Такой интересный, приятный аромат, но не сказала бы, что он моя любимка, и чтобы рука постоянно к нему тянулась. В этом плане из новинок мне нравится больше Люсия Bright Aura. Вот это вот, это мой аромат. Мне он гораздо больше нравится, он более холодный. Вот очень крутой аромат. Вот мне нравится больше из новинок. Одно время мне нравился аромат Tenderly. Тоже интересный. Это, наверное, уже второй флакон, потому что первый закончился, и он уже снят с производства. Мне захотелось оставить впечатление об этом аромате, об этом все заказала. Вот. Но вот почему-то сейчас, опять же, такая рука пока к нему не тянется. А этот аромат я только недавно приобрела. Лет 10-15 он у меня был назад. И когда меня сейчас потянуло на пудровую розовую коллекцию, я его приобрела, вспомнила. И вот это однозначно тот аромат, который я наношу именно с этой одеждой. Он настолько гармонично дополняет. Очень-очень нравится. Он тоже снят с производства. И с удовольствием его заказала, и пользуюсь, и наслаждаюсь. Аромат зимы. Аромат, который я приобрела в Париже, когда искала настоящий, вот какой-то хотелось венгир привезти, из Парижа. Зашла в концептуальный магазин вот этого бренда, приобрела. Но вот это настоящий зимний аромат. Ну, для меня хоть здесь аромат сакуры что-то напоминает, знаете, вот как унисекс. Я его ношу под шубу Робертокавалии. Серый, вот серый, холодный, в морозы он безумно красиво раскрывается. Летом его не ношу, только зимний. Не хочу его оставить как воспоминание, воспоминание. Следующая коллекция ароматов, я, наверное, оставила их вот в такой гамме, более водяные, травянистые. Тоже интересные. Вот этот аромат тоже новинка. Недавно он вышел. Жизнь в цвете, Лиф, жизнь в цвете Лайфа. Не сказала, чтобы этот аромат мне понравился. Вот прям понравился. Ну да, так интересный. Почему-то он мне напоминает какие-то мыльные нотки. Поэтому попробовала, протестировала. Мне его подарили в качестве официального обозревателя. И поставила обратно на полочку. Мало того, что убрала даже в коробочку. Кому-нибудь обязательно его подарю. Это не мой аромат. Все-таки, понимаете, для меня более нравится вот такого направления. Аромата более яркие, такие насыщенные. Вот из этих ароматов. Кстати, вот Lovely Garden. Две версии у меня этих ароматов. Вот одно время мне безумно-безумно нравились эти ароматы. Жалко, что они ушли тоже из производства. Потому что компания постоянно запускает новинки, новые-новые ароматы. И приходится освобождать поточные линии. Потому что для нового аромата нужна своя какая-то поточная линия. Поэтому чем-то нужно жертвовать. Компания берет по статистике. И потихонечку снимает менее покупаемые ароматы. Это вот ароматы лета. Аромат, который я приобрела. Мне он безумно не понравился. Я нанесла буквально несколько раз. И все, все. Думаю, фу, точно не мою почему-то. И я его отложила. Отложила. Сейчас переехала, распаковала вещи. Он у меня долго лежал на полочке в ящике, в ящике. Дочка достала и говорит, мама, какой аромат, он мне больше всего нравится. Я такая, фу, да забирай ты его. Дочке 8 лет. Идем мы куда-то с ней. Вышли на улицу. Я нанесла свой любимый аромат. Она попрыскалась этим. Я такая, Мариночка, а что это за аромат такой? Она такая, ну как? Ну вот это то, что ты мне дала. Я говорю, доченька, я подарила, но я сейчас его обратно заберу. И вот сейчас я раскрыла этот аромат. Он мне понравился. Он вот, не знаю, вот почему-то вот сейчас это аромат моего настроения. Аромат майя 2018 года. Я не знаю, какой будет аромат следующего месяца, но это аромат этого месяца. Вот такие вот у меня противоречивые чувства есть. А, еще забыла, вот еще вам забыла показать. Вот такая вот миниатюрка версии Versace. Мне больше всего нравится черный аромат, желтый из серии Versace. Но, наверное, мне не нравится то, что здесь миниатюрка и нету распыленения. Потому что я балдею, когда наношу именно распыляю и вхожу в облако. Тогда я чувствую по-другому этот аромат. Других ароматов, других брендов у меня нет. Пыли когда-то закончились. Почему-то, в принципе, мне достаточно хватает нашей коллекции ароматов. Потому что вот на любой вкус и цвет, любое настроение, любой стиль, любую гамму одежды. 23 действующих аромата. И несколько ароматов я маме дала. Их, потому что она захотела попробовать поносить. И плюс еще дополнительно 5 ароматов Versace. Большое спасибо, что досмотрели до конца мое откровение, мои любимки, мои ароматы, мои воспоминания. И я вас прошу, напишите ваши самые любимые ароматы, какие у вас есть, сколько у вас ароматов в коллекции. Посчитайтесь, не поленитесь, посмотрите. И все. Всем желаю успехов. Пока-пока.